Ну и зрители побережь немножко... О, Фасволька, ёбки, Фасволька очень опасная, не люблю с Фасволькой играть, он бывает очень неплохо играет, периодически. Да, это Фасволька очень опасная. Фасволька очень опасная, шустрая еще такая. Так, ну здесь я получается темп просто выиграл, я получается выигрывает целый темп по сравнению с обычной линией, другое дело, что темп здесь не так важен. Ну, тоже мелочи приятны, как говорят. Мелочи приятны. Да, темп здесь в принципе вообще не имеет особо никакого значения. Довольно маневренная такая игра получается. Выжидающий. Каждый выжидает в этом варианте брейера. В общем, такой выжидательный вариант. Давайте так, то есть тут нужно прям вытяжку такая колоссальная. Давайте бэтрим. А, это не Фасволька, это говорят как друзья спаржи. Спаржи приятны. Спаржи очень сильный. И, конечно же, я просто файл это СЕБ, но это может быть просто рандом. Да. СЕР аналиси. Окей. Что случилось? СЕР аналиси. Угу. Так, нужно что-нибудь. Давайте отцепил. Так, давайте. Вот так. И С4 может попробуем. С4 как-то мне чуть поактивнее. Может есть все-таки какой-то перевесик небольшой. Хотя, может и нет. Ну, пока висит конь. Пока висит конь. О, берет, берет, С5 еще играет. Да, С5 же тут просто. Я не успеваю как-то коня на Т5 быстро перевести. Тут кто, да, кто успевает. Так, это ход какой-то спорный, мне кажется. Но вряд ли он хороший. Хотя, опять, если берет как-то, я там ферзь Б1 приготовил. То есть, беру и ферзь Б1. Висит конь и висит слон. Ну, и две фигуры как меню. То есть, бить беру и ферзь Б1. Такой двойной ударчик. Да, он, кстати, идет на эту позицию. Ну, теперь посмотрим, что он будет делать. Конь С5, слон С5. Конь Д6, слон С5, либо Д6. Ну, наверное, слон С5. Более жестко. Конь С5 есть ход, конечно. Ну, ферз Б1, отец Д1, отец Д1, отец Д1. И фигура в таких позициях должна быть сильнее. Тем более, что еще и пешка висит на А6. Ферз А4 активен. Так, ну что, фасольку мы должны обыграть. Надеюсь. Е4 есть ход активный. Какой же? 5, А6. Там С5 какой-то ресурс красивый. Так, все. Да, Е6 надежный ход. Вот. Фишку, чтоб не отдавать. Важно. А4 и конь G5 уже точно возможный ход. Вот. Иди, отрезаем в каких-то моментах марку заехать. Е4 надо как-то ему контракру создавать. Но конь G5. Эшпли, я думаю, нехороший будет. Так, все, да. Здесь ход водя Д7. Напрашивается как-то. Сголос. Мне 4, конь Ж2, поэтому покрепче. Входя по 8, ферз С6, есть пешку. Можно. Здесь 7 куда-то нет висит. Это водя. Так, водя F7 есть ход. Интересный. Там же на С6 еще пешку. Да, ну и абсолютно выграно. У меня минута 23, офигеть. Обычно у меня уже одна секунда на этой стадии партии. А сейчас у меня одна минута 23 секунды. Даже больше, чем в посольке. Представляете? Вот это да. Вот это я даю. Сам в шоке. Давайте так. Напал сюда. Покрепче. Сейчас. Стратегия надежности. Просто крепко играть. Ничего не поставить. И тут абсолютно выграно. Абсолютно выграно. Так, на А6 есть пешку еще можно. Правда он как-то где-то 7 сыграет. Пробует на Д1. Небольшая игра будет. Давайте поэтому так сыграем. Здесь главное не дать соперику и малейшего шанса на контрюсу. Так. Конью 6, там уже мат. Если берет, то абсолютно выграно. Славно все держит. Ой-ой-ой. Так. Что ты не сдаешься, друг? Что ты, дружок? Не сдаешься. Не сдаешься. Че фигур. Да, не надо быть. Да, не надо быть. Во, пиши все файлы. Хоть и манчь. Нет, не надо. Давайте просто съем пешку. Гипер надежно сыграю. И сейчас. Солнце. 4, ферста. Солнце 4. Ни шипс. Быстрее. да и в этот раз вот мастера спаршу мы побеждаем мастер спарши или фасольки повержен дорогие друзья в вашем честь, в теории эпичной партии очень интересно давать мировой шаг на дубовый шаг и правым шагом мне кажется, да, не может перехитрить, но полоска это подтверждает да, но мы знаем, что на последних секундах может кого угодно перехитрить и уже показывает, что зевнувый шаг целый вводил крош 2 серзи в 4, но только что было выиграно у Дубового, как уже стало выигрываться у Мура ну в принципе это сможет быть очень схож, но сейчас в раму тщательно я не знаю, что это будет отверг, это не так, чтобы не было отвергать, а не отвергать, но не отвергать, но не отвергать Я не знаю, что я делаю в вашу таблическую зоркость до уровня Бортника и позиционное внимание до Дубана. Как вы оплату выбирайте? Натурин 100 долларов в час. Спасибо, спасибо, Масековщина, да. Масековщина, да. Масековщина, да. Масековщина, да. Масековщина, да. Масековщина, да. Спасибо, Сплетник, за поддержку. Чаффин Бейн 1245. Вы мне предлагаете потребовать, то есть 100 долларов в час, либо натурой. Что значит натурой? Это, конечно, могли бы пояснить. Субтитры сделал DimaTorzok